Счастливый человек Нам нравится быть счастливым Мы хорошо себя чувствуем, когда мы счастливы или нет Писание рисует нам или преподносит картину одного человека, которого называют счастливым Всем нам хорошо знаком этот человек Это история, не история, а Псалом Ладно, я уже скажу, это Псалом Я думаю, вы догадались, какой именно Псалом И вот когда мы будем читать об этом человеке Я хотел бы, чтобы мы в своих сердцах, в своей душе Провели такую параллель и посмотрели на себя Будем размышлять об этом человеке А с другой стороны посмотреть на себя На свое сердце, на свою душу И сделать определенные выводы И надеюсь, что мы пойдем домой с домашним заданием Потому что есть над чем работать Если у вас в этот вечер есть с собой Священное Писание Я приглашаю, чтобы вы его открыли вместе со мной И прочитаем один отрывок, который записан в книге Псалмов Псалтирь, Псалом номер один Это Псалом Давида И Давид пишет так Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых И не стоит на пути грешных И не сидит в собрании развратителей Но в законе Господа воля его И о законе его размышляет он день и ночь И будет он как дерево, посаженное при потоках вод Которое приносит плод своего, время свое И лист которого не вянет И во всем, что он не делает, успеет Не так нечестивые Но они как прах, возметаемый ветром Потому не устоят нечестивые на суде И грешники в собрании праведных И познает Господь путь праведных А путь нечестивых погибнет Аминь В истории христианства было много людей Много личностей, которые получили титул блаженный Получали они этот титул, потому что что-то сделали Потому что преуспели в чем-то Потому что за свою жизнь написали Или показали какой-то пример И когда человек чем-то отличался Его возводили в особый лик святых Блаженный, называли его, или хороший Вот одним из таких людей был Августин Гиппонский Может быть, вы слышали, может быть, вы знаете Это первый век Он много написал Был еписоком Гиппона Философ Исследователь писания Большое влияние имел На христианство На философию И вот его возвели В лик святых, которых называют Блаженными Но автор в этом первом псалме Определяет блаженство по другой мерке Это не просто какой-то титул, который человек обретает Потому что что-то сделал Люди это увидели И его так назвали Но по мнению Давида Блаженный это тот Который имеет особое состояние своего сердца Это та душа человека Которая имеет личные отношения с Господом Блаженный Согласно Библии Это глубокая радость и удовлетворенность в Боге Это не какой-то простой Или временный всплеск эмоций Но это глубокая полнота Это мир, это счастье Это то, когда Господь поселяется в сердце его Сам Бог своим присутствием Наполняет сердце человека Этот человек становится блаженным Если сравнивать царя Давида С многими другими героями Ветхого Завета То мы видим, что у Давида Были особые отношения с Господом И не зря Писание и Библия его называют Мужем каким? По сердцу Господа По сердцу Бога Он находился под законом Он жил в то время, когда был закон Моисеев Но посмотрите, когда мы читаем его псалмы Первые сорок глав Это первая книга, которая Первая часть книги Псалтырь Все сорок один псалом Это его личные псалмы И вот в многих псалмах мы видим Что он часто говорит о прощении Он часто говорит о милости О спасении Хотя по закону должно быть так Зуб за зуб, глаз за глаз Праведность Суд праведный Но Давид обращается к Богу Или знает Господа как милующего Как любящего Как того, который спасает Отношения у Давида были особыми И вот эта картина блаженного мужа Я думаю, это автобиография Не знаю, это мое личное мнение Я думаю, Давид писал о себе Писал о том, что он испытал Писал о том, что чувствовал Через что прошел О своих личных отношениях с Богом Свой личный опыт И вот согласно Давиду Я нахожу две главные причины Почему этот человек Блажен По каким причинам Давид его называет блаженным Если вы посмотрите второй стих Посмотрите В законе Господа Воля его И о законе его Размышляет он день и ночь Этот человек блаженный Потому что закон Господень В сердце его Я хотел бы обратить ваш взгляд На второй стих В законе Господа Воля его И о законе его Размышляет он день и ночь Если перефразировать это То это означает Что человек Строит свои планы Свои принципы жизни Свои намерения Свою жизнь На Божьих заповедях И он хочет делать то Что говорит Писание Но в этот вечер Я хотел бы предложить вам Посмотреть на вот этот стих Немножко с другого ракурса С другого угла И посмотреть другие переводы Например, новый русский перевод Пишет так Но в Господнем законе Находит радость Русский современный перевод Говорит так Добрый человек чтит И любит все законы Бога Немножко отличается Не так ли? Это не означает Что синодальный Неправильно перевел Посмотрите На румынском Чичгасешти Плечерян лейджадомнулый В многих английских переводах Написано His delight is in the law Он находит удовлетворение В Божьем слове Он не просто живет Потому что нужно Он не просто делает Потому что это его заставляет Но он находит Наслаждение Удовольствие Восхищение Радость И утешение В слове Божьем Мы люди Находясь в этом Тлеющем Смертном Теле Испытываем Особую немощь И вот Одна из таких Немощь Это лень Заметьте Я очень аккуратно Выбираю слова Потому что я тоже Страдаю Этой немощей Иногда Из-за своей Плоской немощи Некоторые вещи Нам нужно Чтобы что-то сделать Нужно употреблять Усилия Легко сесть Когда голодный Тарелку борща Но когда ты Голодный И у тебя Шесть душ За спиной Их нужно Накормить И приготовить Нужно себя заставлять Этот Блаженный Человек Этот муж Он Находит Наслаждение В слове Ему не нужно Употреблять Особые Усилия Чтобы это сделать Ему это нравится Ему это дается Легко Никто его Не заставляет И не гонит Когда я читал Эти стихи Я себе задал Вопрос Находишь ли ты Удовлетворение Или радость Когда ты читаешь Друзья Как мы садимся За чтение В Библии Опять читать Опять этот Ветхий Завет Опять числа О эти имена И летом Мы с радостью Садимся Открываем Не могу дождаться Прийти домой Этот человек Блаженный Потому что Находит Удовлетворение В чтении Этот человек Блаженный Потому что Не ходит Не стоит И не сидит На совете Нечестивых Но он Участвует Не участвует И не поступает По делам Их Он блаженный Потому что Следует Советам Самого Господа И стоит На пути Праведных И сидит В собрании Святых 25 Псалом Опять же Псалом Давида Посмотрите Он пишет О самом себе Ибо милость Твоя Пред моими Очами Я ходил В истине Твоей Не сидел Я с людьми Лживыми И с коварными Не пойду Возненавидел Я сборощи Злономерных И с нечестивыми И не сяду Ходить Остановиться И сесть Где нахожусь Сегодня Я Всегда ли мы В своей Повседневной Жизни Ищем Совета Божьего Ищем Водительство Духа Святого Ищем ли Его Вмешательство Когда Нужно Знаете Мы обычно Прибегаем К помощи Когда уже Свои ресурсы Закончились Когда уже Не знаю Что делать Это как Купили Вещь Не знаю Как пользоваться Мы трогаем Ставим В розетку А потом Когда поломался Открываем Инструкцию Этот блаженный Муж Ищет Господа Ищет Его совета Ищет Его водительство Каждый день И не основывается На своей Мудрости На своих знаниях Как мы уже Услышали Муж Который Вадим Самим Господом Итак Первая причина Он блажен Потому что В сердце Его закон Господень Вторая причина Почему он блаженный Это третий стих Он находится Под покровом Всевышнего Посмотрите Будет окон Как дерево Посаженный При потоках Вод Которое Приносит Плод Свой Во время Свое И лист Которого Не вянет И во всем Что не делает Успеет Интересно Что Давид Здесь приводит Этот пример Эту иллюстрацию И сравнивает Дерево С прахом Дерево бывает Разным Для нас Сегодня Это не так уж и важно Ну Дерево Как дерево Ну Есть плоды Есть Нет Нет Но Для людей Того времени Для людей Той местности Постоянное Еще и цветущее Дерево Означало Очень много Только подумайте На севере В Галилее Там где Генесарецкое озеро Много зелени Много жизни Деревья Возможно Было обычным Как и для нас Сегодня Но На юге Там где Большая часть Рельефа Это просто Каменистая почва Это много Гор Это палящее Солнце Много Пустын Их мест И воды Немного Вода Это роскошь Мне вспоминается История Исааки Когда он Пришел В обитованную Землю И Выкопал Колодец И филистимляне Пришли Начали ссориться И говорят Это наш Колодец Ну Исаак отошел Со своими Пастухами Выкопал Другой Они пришли И там Начали с ним Ссориться Что это Наш Колодец И когда Он уже Раскопал Третий Они уже Больше Не приходили Не ссорились С ним Они Убоялись Его Потому что Знали Просто так Взять и Копать И найти Воду Не так уж Легко Это человек Непростой И когда Бог Явился Ему Ночью На следующий День Он вырыл Четвертый Колодец И попал На воду Вода Это дерево Которое питается У воды Автор Приводит эту параллель Между укорененным Деревом И прахом И Бог Является той водой Живой Которая питает Его И она постоянно Остается зеленым И приносит Плод Там Где на полу Камень Где сухо И палящее солнце То, что По-человечески Невозможно Представить Господу Все возможно И там Будет расти Зеленое дерево Еще что Хочу подчеркнуть Это то, что Дерево имеет Определенную Определенное Предназначение Определенную цель Посмотрите Оно Приносит Плод Это не просто Декоративное дерево Это не просто Пластмассовое дерево Но оно Приносит Плод И Господь Питает Это дерево И дает Ему жизнь И с другой стороны Контраст Прах Что делает Прах И кому он нужен Попирается Ногами Возметается Ветром Интересно Что на румынском Написано Не прах А сухая Зелень Которая летает В воздухе Дерево Дерево имеет Цель Приносить Плод Что делать С прахом Никому не нужно Абсолютно Бесполезно Человек Который Приближается Господу Избирает Жизнь И избирает Жить по заповедям Господа Обретает Смысл жизни Он полон Жизни Он становится Плодотворным И приносит Плод И никакой Сильный ветер Не вырвет Его из Господних рук Автор Есть ли в нашей жизни Вещи Которые мешают Нам Находить Радость И удовлетворение В чтении Библии Нужно мы Может быть Нужно себя Заставлять Опять читать Или мы с радостью Открываем И можем Два-три часа Просидеть И не заметить И не заметить Как время Пролетело Кто мы Сегодня Дерево Или прах Приносим Ли мы Плод Или мы Бесполезны В шестом Сихе Давид пишет Либо знает Господь Путь Праведных А путь Нечестивых Погибнет Пусть Господь Благословит Каждого Из нас Живя Здесь На земле Быть Блаженными Быть Счастливыми В Господе С радостью Открывать Это Писание Находить Утешение Находить Радость Удовлетворение И приносить Плод Аминь Будем молиться